здравствуйте товарищи здравствуйте друзья сегодня снукер и мы продолжим наш путь на турнире coral players чемпион шип полуфинал против ронио салливана не финал к сожалению финал против рони был бы намного более интересен так микрофон у нас работает позапрошлая запись была без звука теперь я дополнительно значит обращаю свое внимание на то что звук есть и на индикацию смотрю вот все отлично и так полуфинальный матч джимми white ронио салливан пятый номер рейтинга против второго номер рейтинга 6 фреймов максимум то есть можно 60 выиграть можно 65 выиграть это конечно два разных сценария развития событий может быть еще третий сценарий если мы проиграем но проигрывать не хочется призовые победитель получит 50 тысяч фунтов проигравший 30 тысяч стерлингов поехали у нас обновление на фоне будет костерок немного так жужжать шуметь самой игре музыки нет когда мы непосредственно находимся финал у нас будет наверное вероятно на стриме а полуфиналов я решил видеть полуфинал я решил также запись сделать костерок слышно да немного раз я думаю так ненавязчиво пусть будет нет это плохой удар был но обошлось вроде бы вроде володи все серьезно ронни тут лютовать должен хотя мы уже неоднократно побеждали ронни да давай дед поставь себе снукер елы-полы я не буду подкатывать я сделаю вот так я бы мог попытаться подкатить он вертает он вертает да я прочертил в голове v-образную траекторию и у меня все получалось в голове почему тут отыгрыш прошел плохо розовый не идет синий юризон в принципе там резко было не самая тонкая но я немножко превысил силу удара и погрешность закралась сила удара повлияла зеленый нет черный зеленый плохая новость максимум мы не сделаем в этом фрейме о будьте любезны ах ты ж негодяй но ты смотри ай-яй-яй-яй р puff и 2 iv uin and i и и и и и и и и Я так напряженно смотрел, вроде ничего нету, но обычно я когда рассчитываю, обязательно что-нибудь упускаю из виду, и оппонент находит шар. Понятное дело, для атаки нет ничего. По силе неплохо, сильновато, но неплохо, и мы эту пару не разрушили. Такой удар на троечку, скажем так, даже на 4 с минусом. Отличный удар! Ну, приемлемо, да. Конечно, на борт было бы идеально поставить, но это тяжело. Аналогичный удар. Даже толще сыграл, чем я. Ну, приемлемо, хорошая безопасность. Ну, приемлемо, хорошая безопасность. Увидит ли он шар направо, надо идеально точно по силе сыграть. Вроде безопасно. Да. И опять нет ничего. Нормалек. Видит, не видит правый шар возле розового, который. Да, он видит, как раз. И он его играет таким ударом. Зеленая луза. Нет, середина. В середину шел удар или нет, я не понял. Не понял. Ронни О'Сулеван, 8. как вам начало такое роне еще ни разу мне удар не подставил может сейчас до 1 3 лузы да это не лучший удар определен так надо оценить ну в идеале да на черный надо выходить это не лучший выход на черный но вполне приемлемый не идеальный скажем а а а а но я думал биток поднимется выше я неправильно думал и мы потеряли атаку я был уверен что получится но как бы не получилось чем его и удар вроде простой был но на самом деле чуть-чуть по силе перекатишь и туши свет game over будет игра смотри опять зеленый мешает какая интересная запутанная позиция а хорошая попыточка была я бы сказал замечательная но красный я не показал и смотри эта пара как встала теперь в угол не сыграть но будем пользоваться вот светофор получаете ох позицион очка в самом начале ребят но он сыграл знаете за реальным столом я бы по-другому сыграл я бы вот именно такой удар и попытался бы сделать но я тут на этом симуляторе я просто не чувствую подобные удары поэтому поэтому и совершать их не хочу туши свет называется смотри каким ударом характер удара тихонечко так подходим это 1-0 был у меня шанс но я не вышел а тут теперь позиция открыта и ошибаться негде 7 10 this is being played towards the left middle pocket но не 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 Он, кажется, полный уверенности в данный момент. 11 18 19 Итак, этот бот в правой стороне. 49, 55 на 8. Он действительно выглядит в хорошей форме. 25 26 Ну, есть игра. Рядом с розовым-красным. 31 Вот так со старта прилетели. Ну, я не уверен, он будет слишком счастлив с этим. 67 на столе. Это издевательство, да? Отставание 59. То есть, шансы есть. Он берет зеленый. Можно играть. Другие шары. А кроме черного. Что это? Стоп, 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 стоп. 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 Вот, я аккуратно силу прибрал. Иначе бы там все разлетелось. Чурки куда. Yeah, . . Ладно, и так пойдет. Солдарения не планировалось, чтобы вы понимали. Солдарения не планировалось. Солдарения не планировалось. Солдарения не планировалось. Не, ну тут подбивать надо. Без подбоя там было бы намного хуже. Так, а тут давай прикинем. В принципе, розовый нам и не нужен, наверное. С розового надо выходить на красный. Тут надо сейчас думать прежде всего о выходах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Хорошо получилось. Не был я уверен в этом ударе. Тридцать пять, шестьдесят семь. Тридцать два. Если я шесть очков беру, сорок одно. Если я шесть очков беру, синего хватает. В шар дешевле синего играть нельзя. Ну то есть можно, но тогда с мукера надо будет искать. Тридцать три. Тридцать три. Двадцать шесть перевес. На столе двадцать семь. Тридцать три. Тридцать три. Сильно. Приемлемо. Скажем так. подарок ну как бы берем подарок да ты слава циви страйк-форд тю не точно немного не точно смотри тут надо выходить либо на длинный борт и играть коричневый в середину либо от борта поднимать биток и играть коричневые в зеленую лузу я сделал совершил самый плохой удар который только мог совершить я раньше времени но по силе в общем не справился и фигня получилось все в моих руках было проигрывать так неприятно round required no problem there and that effectively shuts out his opponent in this frame Чёртов удар, чёртов выход, там всё было бы нормально Я там просто вот раньше времени остановил, то есть ударил Слабее, чем надо ударил Несколько усложняется наша задача Отыгрываться всегда неприятно Всё решилось вот на одном выходе На одном И забей коричневый, ну была бы игра Но это уже дело прошлое Два шара есть Проблема в том, что я не умею так выходить нормально То есть я не знаю, как там получится То есть выходить на один цветной для меня это тяжело Ну один шар виден В зелёную лузу, может быть Давай проверим Да, он виден Неплохо Следующая проблема Проблема решена Позиция раскрыта В такой позиции надо фрейм брать 23 Видите, вот везде не точность Везде не точность Игра есть, но Вот это удары, которые я сейчас делаю Это плохие удары И я как бы Сам себе создаю трудности Да, вот костыли такие А потом преодолеваю эти трудности Так играть не надо Это был выход на чёрный Вот на эту же лузу Понимаете, не работает Пожилое снукерное кунг-фу И опять это плохой удар Благодаря выходам у меня должны быть простые удары И нет никаких проблем с этим Не должно их быть А я сам себе усложняю А потом героически это преодолеваю Ну, на розовый приемлемый выход Не идеальный, ну, как бы Все не так, вообще все не так Ладно, есть шары Благодаря которым можно продолжить серию Что ж такое-то, ну Это вообще катастрофа Есть что играть Но повторюсь Я играю очень плохо сейчас Там, где нужно играть простыми ударами У меня каждый второй удар он дальний Такого быть не должно Категорически Вот это прям отличный выход Один из немногих Я опять На нужный шар я вышел Ну так, глядишь и прииграемся Так, черный, розовый, синий Но в идеале на черный хочу выйти Приемлем Даже, ну, шар прямой уголка нет На оттяжки выходить можно Ну вот уже Какая-никакая серия Хотел немного коснуться Не получилось 64 Синего Не просто выходить Что это такое? Что это такое, блин? Вот опять на соплях Я не планировал такой выход, ребят Просто не планировал Благодаря тому, что позиция такая Рассредоточенная Множество дополнительных Возможностей возникает Дублирующая возможность Атаковать есть всегда Вот А так, чтобы Выходить на конкретный шар Видите, но не получается Ладно Один-один Не, ну тут ерундить не будем Второй справа шар Который выше синего Находится Среднюю резать будем Полезный удар И я честно признаюсь Не планировал я такой Подбой Я понимал, что биток Ну, куда-то вот В эту сторону Примерно идет Но Вы же понимаете, что такое Спланировать Крайне сложно Так, а тут Ну, вот шар Рядом с ним Ну, вот шар Ну, как так-то Не дорезал Сотня слетела Один Так и быть Как думаете За этот сезон Я выберусь На Первое место В рейтинге Я думаю, нет Но Как знать, как знать Он не попал Я что-то проглядю Пусть работает Разумеется Он данный фол Не повторит Ну, тем более Надо Надо, так сказать Еще один Форс ретейк Пусть продолжает играть Вот-вот-вот Три Три вот таких Вот-вот Еще одно Еще один промах И фрейм Будет проигран Рефери об этом и говорит Да блин Не мог промазать Ронни Я, конечно, не хочу Так побеждать Но это было бы Интересно И свежо Скажем так Понимаете Какие события Они происходят Очень редко Это было бы Просто забавно Ну, тут что Да е-мое Опасный удар был Второй снизу Будем играть Черный Не виден Угол острый был Надо было идеально Точно попадать Плюс Сила удара Была такая Что Даже при минимальной Погрешности Могли наступить Проблемы Второй мощный Подбой Но Я не вижу Не вижу пока Возможности Но Кроме вот этого шара Что еще То есть Все раскатили Но биток находится В таком положении Да Нормально Розовый Проходит Проходит Ребятушки Проходит То есть Смотрите Из стартовых Трудностей Мы Таким Выбрались Теперь Этот же красный Играем Мимо которого Только что Розовый Зашел Будем Расчищать Так сказать Как Юпитер Расчищал Материал Солнечной системе Во время своего Формирования Так же И мы будем Расчищать Мы не Юпитеры Но Но и не быки Фонти и вон Сейчас будет Либо на правую Лузу игра Либо в середину Направо Ну то есть С этого Ракурса Налево 27 Важный удар Глядишь Пошевелим Чего Кто там чихает Шевелить надо Потому что Надо улучшать Позицию Приемлемо Но Скажем так В этом ударе Не было Четкого Плана Скажем так Надежд на это Было мало Но Биток Передал Свою энергию Шарам Остальным И У нас Есть просто Хорошая Позиция Надо Ею Воспользоваться Выход Не очень Спасает Вот этот Шар Нормально Можно С дальней Половины Стола Играть Красный В середину Это Может быть Удобно То есть Этим Надо Пользоваться Так А давай Подумаем Я выходил на Шар Среднюю Но теперь Вот этот Шар Наклевывается И он Кажется Мне Перспективнее Убрав Этот Шар Мы Открываем Дорогу Для Другого Да Никто Не потерял Биток 51 Тут Мы Конечно Несколько Ограничены Стоп 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 Нам Нужен Этот Удар Такой Шальной Нет Синий Есть 56 Ну Прям Напрашивается Да 50 Не Не Синеву Тут Не будем Катить Аккуратно Желтый Кстати Обратите Внимание Два раза Синий Четыре раза Розовый Два раза Черный Серия Такая Ну Вполне Внушительная Первый раз Первый раз Играем Дешевый Шар 67 На столе Остается У нас Сколько 59 67 И на столе 67 Правильно 6 6 6 8 40 Плюс 27 67 Да Фреймбол Ну вот Комментатор Об этом и сказал Что нужен только Розовый Красный Который я только что 60 60 He's playing for the right corner here Excellent shot 66 Хорошее попадание И розовый будет в уголок Вот это было запланировано Не такой чудесный выход на розовый А подбой Речь лишь про подбой Выход на красный вот на эту лузу Вниз направо Тоже запланировано Но в целом мы раскачались немного Если первый фрейм был такой себе То сейчас вполне Хватит ли угла Для бортового красного Твоей дивизии Вот чуть-чуть толще надо было попасть По силе Удар был неправильный Я не вовремя кнопочку нажал И опять сотня сорвалась В общем-то Две сотни сорвались 80 Frame conceded Frame Jimmy White And that is the frame Well played He's taken a one-frame lead here And seems in pretty fine form Thank you The fourth frame Ronnie O'Sullivan To break This shot depends on perfect pace He'll be conscious of not underhitting the cue ball Да, такой удар He'll be disappointed with that shot, I think He'll be disappointed with that shot Уже говорил в этом много раз Еще раз скажу Компьютер не берет обычно То есть не отдает позиции Чтоб ты снова и снова выходил Он берет текущую невыгодную Категорически невыгодную для себя позицию Это, к слову, об искусственном Интелекте Well, he's taking it on That's just unbelievable Brilliant Толку, конечно, немного Тут позиция закрыта Есть один красный Синий такой, что подбоя с него Мы вряд ли добьемся Хотя Нет От двух бортов Длинный и короткий в кушу Не получилось Хороший вот игрыш В общем Противник сегодня не радует меня Сначала Стартовые удары Хорошие у него Подставок почти нет Только В прошлом фрейме, да Дал атаку А так Нормально По правой По правой Не, по правой никак Это фол Не докачу Это фол Это фол будет реально Аною Фол и амисс Ронни О'Sullivan 4 Touching ball Ааа Ну Вон Touching ball написано Ну плюс-минус Я неплохо рассчитал Блин, ты смотри Какой он хитрый Вообще не раскрывает Я давно такого не видел Чтобы Противники у меня так разбивали Ну, имеется ввиду Такие удары делали Такие удары делали Девочки Продолжение следует... 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 Но здесь эти промахи, они, мягко говоря, как вам сказать, они выглядят неорганично. Понимаете? Это как? Почему? Там промахнуться нельзя было. Траекторию не видишь. Вот это тупейший удар. Я не могу назад отмотать, чтобы посмотреть, что там было. Немного. Это должно быть достаточно простым. Хорошо играли. Семь. Хорошо на зубе. Конечно, бывает, что И два, и три раза дают шансы Во фрейме, всякое бывает Но чувствую, что Не в этот раз Я вот в этом фрейме лимит Вычерпал, исчерпал, так сказать 14 На выбор, что хочешь Середина, угол И позиция такая Даже если он наберет, там, очков 60 И мне отдаст Догонять тут непросто Бортовые шары Зеленый, красный, черный 24 25 Ну, он потерял контроль Охранения на кубе, там 30 Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрим, удостоверяемся, что в этой куче ничего не идёт. Продолжение следует... Думал, опять промах будет. Удар, в общем-то... Полезный. Зачем он так играл? Это же откровенная подставка. Да я молчу даже про этот шар. Вон, на середину игра. Но в идеале надо вот этот шар играть. Продолжение следует... Я мог бы играть красный, который выше правее розового. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Завести также за коричневый... Ну, в принципе, неплохо. Смотри... Синяя мешает играть. Хорошо. Мы не забили чёрный, но мы не отдали противнику... Игру. Акцентированный удар. И я уже вижу, что у нас будет атака. Не простая, но она будет. Красный ушёл, это плохо. Тут все позиционные проблемы придётся решать. Без этого никак вообще. И зелёный. Ну, до зелёного красный. Так, давай посмотрим. Нет, нет, нет. Видишь, не получается. Нижним винтом. Подбить не получалось. Резко на чёрном должно было быть покруче. Но, может, сейчас мы этого добьёмся. Есть ещё возможности же. Семьцейн. Можно забыть о возможностях. Надо просто забить чёрный. Или, к чёрту, чёрный. Можно забить другой шар. Могу. Могу. Почёл. Ada. Могу. Серьезно. Ребят, не хочу я такой шар играть. Он опасный очень. И он не даст нам выхода. Смысла нет играть этот желтый, даже если я его возьму. Смысла нет играть этот желтый, даже если я его возьму. Смысла нет играть этот желтый. Джимми Уайт, 28. Конечно, давай ещё. Ну ты смотри, ну, зашли, зашибись. Просто прекрасно. Ещё и зелёный пришёл. Я тут просто вариантов не вижу, я как бы это... Я из снукеров в этом симуляторе выходить не умею совсем. И он не отдаёт позицию мне. Он не хочет набирать очки. Ладно бы у него атака была, у него ведь нет атаки. У него нет атаки. Это не снукер, это фигня какая-то, ребята. Я точно вам скажу. Так снукера не ставят. Зрячий. На дурочку. Может быть шар виден. Для отыгрыша. Разг declared. В occasionally place. Разгulen. Разг Runner. 우� Essa Holiday. Разг errand. Разголись. Разгласив. 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 Чуть сильнее надо было Так и думал Чуть сильнее надо было сыграть От черного Биток к черному подошел От черного правее Он не стал играть зеленый Я не понял его решения Там уверен игра была Кстати этот шар был легче чем желтый Вот это вот так называемая Симуляция Она криво сделана Я вам точно говорю Я не уверен что Люди Причастные к этой игре К созданию игры Играли в настоящий снукер Ничего не могу сказать Но Местами выглядит очень странно Я выходил на борт Чтобы играть коричневый Чтобы играть коричневый в середину Ну ладно тут Наклевывается какая-то Это неплохо Что-то он Три-три борта что ли Один Два Три И попал Ну тут Как бы все понятно Дело не в снукере Дело в В том что Есть атака Не в снукер Ну вот Снимай Хорфый шанс Хорфый шанс Ну вот Арфый шанс А ну в снукер Он Хорфый шанс Он нужна Дело в том В борт В снукер Что поделать? Тут, конечно... Очень плохо сыграл, и мне повезло, реально повезло. Такой шар надо было забивать. Что происходит в этом фрейме? Перерезал, но в край губки попал, и получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это большая разница, 3-1 или 2-2. 3-1. Вот такие пироги. Забыть, как страшный сон. Очень плохо сыграл. Быстрое такое начало, да? Тут у нас многообещающее. Не, ребят, я не хочу. Я просто не хочу. Я сказал, не договорил. Не хочу рисковать, да? Выходя на черный, а в результате получилась какая-то фигня. Ну, вы видите, да? В результате получилась какая-то фигня. не ронни определенно отыгрывается хорошо да ладно какой-то до пользуемся тупизной игры вот и смотрите что он делать будет ой он берет позиции ну давай посмотрим да верхний шар играется и салфа chance chance на на лес работы тут не в проворот ребят я вам так скажу и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу посмотреть на этот шарф Да, вот его надо играть Он не самый удобный Но он На мой взгляд Самый важный и самый Перспективный Видите? Еще немножко улучшили позицию Да, чуть-чуть не хватило, да? А так бы черные играли Дима Торзок Компорт Quality cueing there, really good 11 He'll want this to drop into the centre pocket Вопрос Ну да, черные опять Вне игры Вопрос Нужно ли нам Ставить розовый на место Набор очков Вообще Мизерный Просто мизерный Пока ради выхода Работаем Играем в основном Через дешевые Цветные Вот Один желтый Три зеленых Нормально Это серия Нет, я думал Отразиться Существенно Больше Потянет 21 Ну вот Переходим Переходим К нормальным шарам Ну Спорное решение Воспользоваться Красным Как стопом Дышим Красным Нормальным шарам Вам Вот К Отлично получилось на черный выйти. Как рукой поставил? Подбой не получился. Ну вот так незаметно уже 39 набрали. 45. Ну давай вот так. 46. Ну, он поднял его на левую сторону. Это топ-шот. Я надеюсь... Да-да-да, нормально получилось. Так. Position looks good for a color. 53. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я это учитывал 67 He's looking to pop this into the left corner pocket Блин Раньше время не нажал Тут Ронни может выйти скорее всего Jimmy White 67 Frame conceded Frame Jimmy White That's the frame in the bag Thank you for six frames Johnny O'Sullivan Today Thank you for listening to the left corner Thank you for listening to the left corner Hmm Первый же удар нам Ронни дает атаку Прекрасный подбой He's an expert long potter And he's taking this on Oh what a shot that is Nicely played Six He'll play this with plenty of pad но получилось неопределенно там было по выходу опять впереди много работы розовый скорее всего не играется с этого ракурса не так очевидно на виден розовый или нет для игры правый красный пол как вариант хотя давай рассмотрим не откажем себе в удовольствии во первых подбить можно во вторых с такого подбоя когда ты с красного подбиваешь красные вероятность фола меньше потому что когда ты с цветного подбиваешь красный например синего то вероятность того что разлетевшаяся куча из разлестевшейся кучи упадет там какой-нибудь красный шар а тут безопасности ну безопасно все на забил красный подбил с красного кучу красных но если залетит что-то да не беда вообще единственное что за битком надо сменить да но тут работы побольше у нас чем в прошлый раз но неплохо вывели еще один вот желтый бы убрать отсюда сервентин вроде так стоит не мешает а вот надо синий сыграть а ты не можешь сыграть его не в этот раз я про желтый заодно хотел бортовой красный подбить ладно так верхней шар с которым битокса ударился он вроде бы по-прежнему 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 играется да и вот этот шар тоже но играть его с такого ракурса знаете не воздержусь 28 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тем временем 38 на 0 Это очень важный удар... Продолжение следует... Чёрный на тоненького проходит... Продолжение следует... 46... Надо ли вам говорить, что я не был уверен в этом ударе? Так, ну и что там? Смотрите... 47... 47... В принципе нам хватит разыграть... Давай сейчас на эту парочку правее чёрного ещё посмотрим... Да, можно этот шар играть, но... В притирку там всё... Поэтому мы не будем этого делать... Аккуратно сыграем... Ну на розовый выход... Такой плохой получился... Не будем его играть... 54... Проблема моя, да... Уже кто видел, как я играю... Тот знает, что у меня проблема с выходом на конкретный шар... Если нет... Дубля какого-то, то... Если нет альтернативы, то... Не просто складывается... Серия у меня, как правило... А чтобы железно выходить вот... На конкретный шар... Не получается... Ну с другой стороны, как бы я не тренируюсь... И... Что с меня взять вообще... Вот, вот, вот... Боковой вин дал... Чексайд, чтобы... Биток по V-образной траектории не пошёл... В среднюю лузу... В тар-кш-цук-цук-цук-цуку-цук-цук-цук-цук-цук-цук-цук К варианта это声. Теперь первым фон яр wysил том, что его о膳 Ditкам в mana-съ украсил в этом порthе. 63... 32, 59, один снукер ему нужен но у меня в планах было и дальше продолжить серию, понимаете опасно биток шел он может играть и как бы потом снукерить хотя нет черный закрыт тут варианты есть еще тут расслабляться рано не доиграл буквально пару ударов зачем он не играл он отыгрывался но зачем это и и и и и и и и Хидрый. Ну, это попытка забить дабл была. А что ты дальше играть будешь, умник? И что, и зачем это? Это зачем? Вот ему не хватало 4 очков. Теперь. Ему не хватает 12 очков. И что дальше-то? Вот еще раз, еще один эпизод, за что мне эта игра не нравится. Ну, реализация искусственного интеллекта. Абсолютно нелогичное поведение. И если симуляция промахов... Ну, там еще понятно, да? Как-то можно... Можно что-то сделать, какие-то выводы там. Ну, ладно, бывает всяко, но промахнулся. Так сказать, сову натянуть на глобус можно, но здесь-то это глупейший удар. Он его сознательно применил, зная, что никакого выхода не будет вообще. То есть, ну, тупо. Ну, все, 5-1. Правильно я говорю. Или какой? 4-1, счет, я уже запутался. Перебор по силе. Странная немного игра. Но еще вот недавно вспомните, дважды два мог быть счет. Плохие удары мы ухудшаем положение дешевых цветных, и они необходимы для ведения серии. Ну, так агрессивно, да. Играть красный можно. Вопрос, нужно ли? А другой вопрос, а что взамен, если я не играю? Это не гимми. Большое открывание, Ред. Блин. А черный виден? Ну. Черный будем по-любому играть. Да, его можно забить. Не попал. Много не попал. Ну, пол шара примерно. Половину диаметра. Джимми Уайт. Один. Ну, это будет половина шанса. Нет ничего Задил На атаки нет И в целом проблемы Выбираем идиотский вариант Компьютер нам все прощает Да, да на здоровье Нам не жалко У нас благотворительность Ага, ну давай так Я думаю, что тяжко-то, не это Да мы же, ну, биток К розовому прислоним Ох, странная игра, странная Чудная, я бы так сказал Чудная, я бы так сказал Вот так мы и выигрываем всегда Ну или проигрываем Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Блин Вот это соударение было вообще Ник силу не к городу Чисто Налево будем играть Вот это троица Между розовым и черным Чем быстрее уберем Тем проще будет играть 21 Непростой удар Отлично Отлично Кстати, ни разу не ронял биток сегодня Подозрительно 35 Не простой Но половина Почему? Я прицелился идеально И я в силу попал Как надо, да Вот в эту границу Я идеально попал И я идеально прицелился По лузе И это было видно В момент удара Ну Биток пошел не так Не по той траектории И красный шар там Ну, как будто резко там было Ай, туши свет Я абсолютно был уверен В этом ударе Он не был сложный Два красных На правом борту Все остальное Он соберет Как бы вообще легко И просто Если тупых промахов Не будет Как обычно Ну и в этом фрейме Точно сотни уже не будет Семьдесят 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 плохо что нельзя ставить на паузу и допустим пересматривать вот свои промахи это была бы полезная такая вот штучка именно что называется по горячим следам я могу конечно в записи потом посмотреть но это ж надо что отметки какие-то на тебе значит на бумажке записывать на какой секунде я делал конкретный удар до дина неудобно два красных по ровну 3636 на самый дорогой выходит без этих двух красных преимущества большого у него не будет ну посмотрим где он остановится еще и это не вариант с подбоем тут подбивать никак не получится хотя на нижнем он даже не пытался более того он черный даже не забивает хотя на мой взгляд там можно было пытаться на нижнем винте подбивать приемлемо забавно было бы если бы уронил бы до черный так обязательно атака на это не решит нашу проблему я не знаю что там что-то но это было бы 8 great shot Jimmy White 8 тут даже играть можно в зеленую лузу, но сами понимаете это такая шальная скажем так, атака будет He's playing the safety and aiming to get the cue ball tight against the cushion That foul could cost him Foul and a miss Ronnie O'Sullivan, 4 Ладно, забыли Тем более вот Ронни говорит Че ты где-то расстраиваешься Вот тебе Ну, грубо говоря, ничья у нас, да? Охота за желтым шаром He's aiming to sink this into the right corner Careless shot there 4 Ну, да? 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 6 Джимми Уайт, четыре. Ну, не то, что он хотел, но все хорошо. Ай, причудливо. Так, что там? Ну, там какой-то минимальный зазор, да, есть? То есть, смотри, нам надо... Ну, да, вот, вот. Я боялся, что не получится. Смотри, сквозь синий фигачит. А это не нарушает законы физики? Он только что... Ронни читер. Он сквозь синий шар. Кей продергивал, протыркивал. Вот шар, на котором я промахнулся, он был проще, чем этот. Выход с таких шаров, которые находятся в створе лузы, очень такой непростой, скажем так. И вот мы имеем проблемы на синий выходить. То есть, у меня сейчас средства ограничены, но я не могу битком распоряжаться, как если бы он стоял на открытом участке стола. Я не могу придать ему нижний винт, в частности. Надо было под сотку давать. Я думал, и этот вариант будет слишком... Ну, слишком плохо, скажем так. Думал, вот текущей силы хватило бы. Ну, даже играть можно, но... Не нужно. Надо дисциплинирование. Он задел? Нет. Я вроде смотрел на него, видимо. Да, шоу. Да как бы это... Пусть повторяет. Пусть повторяет. Ну что, мы в шаге. Резко, конечно, тут. Блин. На самом деле, удар такой... Я не вижу. Я не вижу. Здесь или риск. Катастрофически много перерезал, но я не дал ему атаку. Это хорошо. Ну, а тут шар идет. Это уверенный удар в зеленую лузу. Так. Да, я в курсе. 6-1. Ну что, товарищи, кто ожидает нас... Кто ожидает нас в финале? Ваши варианты. Только бы не Трамп. 11-1. Jimmy White. 11-1. И вот это... Это финал. 6-1 90 лучшая серия Да ёлы-палы Трамп, ну это, блин Это издевательство Ладно Что ждёт нас в финале, ребят Матч до 10 побед Он уже будет на стриме На стриме будет этот матч Победитель получит трофей Салатницу Полную огурцов 125 тысяч фунтов Проигравшие 50 тысяч стерлингов Значит, мы Обязательно встретимся на финале Уже с чатом Да, это будет стрим-чат, живое общение Не как на записях Вот Подсказки будут В верхнем правом углу Также все ссылки В описании будут на разные Плейлисты Обилие которых На канале Есть Разные игры Разных жанров Обязательные Если вам нравится Снукер Поищите что-нибудь ещё Найдёте много интересного Итак, в следующий раз Финал Джад Трамп Джимми Уайт На сегодня всё Всем счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok